Интеллектуальный глянец В Сибири журнал «Стиль» официальный информационный партнер телепроекта «Уроки преодоления» с Яниной Сон Здравствуйте, меня зовут Янина Сон и это проект «Уроки преодоления» сезона «Хочу! Идеальную форму» Это тренировки со звездными и приглашенными гостями, а также серьезная работа с психологами Наша задача за 60 дней привести участниц к результату, касающихся не только внешности Каждую неделю нашего телепроекта они преодолевают себя прежнюю на пути к себе новой В нашей программе участницы стараются преодолеть себя, научиться быть не только стройными, но и сильными А также получить главный приз В конце программы девушек ждет самое сложное испытание – вердикт судейской коллегии Кто на этой неделе станет лидером, а кто аутсайдером? Выйти из зоны собственного комфорта, особенно когда за тобой наблюдает съемочная группа и жюри, достаточно сложно Но эти уроки преодоления того стоят Вот и пришло время для наших участниц взять себя в руки, достичь идеальной формы и воспитать в себе новые привычки Добавить в свою жизнь спорт и правильное питание Я куратор строгий, поэтому долго думать не пришлось, куда отправить девочек Давайте посмотрим, чем занималась первая группа участниц в первую неделю уроков преодоления Нашим хрупким участницам нужно вырабатывать силу воли и закалять характер А что может в этом помочь, как не самый контактный вид спорта? Бокс поможет держать удар и вовремя от него увернуться В жизни это очень важная компетенция Но не будем об аллегориях Посмотрим в действии настоящую тренировку с вороздатым макарчаном Наша левая нога впереди, вот ваша стойка Двигаемся влево, вправо Девушкам приходится трудно, но при этом работают на подъеме Участницы стараются следовать всем инструкциям и пошагово постигают новую для себя науку Мне кажется, конечно, чуть-чуть я смешно со стороны пока смотрюсь Но я думаю, через несколько тренировок будет гораздо лучше, мне очень понравилось К спаррингу готовы, начинается самое интересное Я ее бью в ногу, просто обычный касатель Ее действия, защитные действия Утвояемся, выходим назад, вот, вон Понятно всем? Вот, все здесь Руками только не надо махать Вот тут руки держим и уклоняемся Бить, бить, бить Бьем, бьем, ногу, да Поменялись Ставра работает Да, на месте, кстати, работает Бить, бить, бить Сегодня никто не уклонялся от самых сложных заданий тренера Не ныл и не стеснялся Похоже, участницы вошли во вкус Тренировка была просто убойная Сумасшедшая кардио, навносливость Вот, если честно, никогда не восхищалась боксом Как-то побаивалась его смотреть Но сегодня вот эта вот красота вот этих вот ударов Четкость, уклоны от ударов Это было здорово Прям спасибо нашему тренеру Наши участницы раскрывают карты Зачем им нужны изнурительные тренировки и беседы с психологами? Узнаем очень скоро В детстве, где-то лет 12, весило достаточно много 85 килограмм И потом удалось похудеть на 27 килограмм Где-то примерно за полтора года То есть, такой этап Уже был в моей жизни Преодоление Сила воли Значит, есть Значит, она где-то глубоко Ее нужно просто раскопать Собрать в кулак И Воплотить Свои желания в действительность Так как у нас проект будет коллективный Худеть коллективно, мне кажется, будет вдвойне интереснее И эффективнее Так как в своих результатах нам придется отчитываться Это Юлия Лайкер Невероятно ответственная, стабильная и собранная В этом помогает материнство Дочке Юлии едва исполнилось полтора года Свободного времени нет Успевать приходится и на работе, и дома А еще заниматься спортом и следить за внешностью Юлия всю жизнь борется с лишним весом и стремится побеждать По крайней мере, на проекте у нее очень хороший результат От проекта хочу Во-первых, это похудеть Как-то преобразиться, подтянуться Так как все девушки стремятся к совершенству Совершенству, как говорят, нет предела Узнать что-то новое о спорте Возможно, о каких-то правилах В здоровом питании Потому что Хочется, чтобы это была не просто Как диета, которая когда-то кончается И возвращаешься к обычному Своему образу жизни И набираешь обратно эти килограммы Хочется именно привить к себе Привычки правильного питания И чтобы они сопутствовали со мной по жизни Сегодня я с утра посетила салон тайского массажа Royal Thai Ну что хочется сказать Во-первых, попадая в салон Royal Thai Ты сразу окунаешься в атмосферу Загадочного и таинственного Таиланда Мне сегодня делали ойл массаж Причем до самого массажа можно было выбрать масло С запахом, которое больше тебе нравится Я выбрала масло манго Очень приятный запах Сегодня весь день буду ходить и ощущать этот запах на себе И вспоминать те прекрасные мгновения Когда мне делали массаж Очень нежный, успокаивающий, расслабляющий массаж Практически можно даже уснуть под него Но это не просто поглаживание Он чувствуется Мастер это тайка То есть с самого Таиланда Она не говорит по-русски Ощущение, что я побывала именно в Таиланде Воспоминания об отпуске, море, солнце, тепле В общем, бурные у меня эмоции Мне очень все понравилось Я бы хотела сюда вернуться не раз Все классно, спасибо С недавних пор я как-то Произошла переоценка ценностей Я поняла, что все-таки мы живем один раз И нужно пробовать все И что бы то ни было Интересное и неинтересное Я стараюсь, ну так скажем, взять от жизни По максимуму О проекте я узнала ночью Уже вечером я сидела на собрании И у меня даже не было каких-то сомнений Я просто поняла, что мне это надо До конца сейчас я не могу понять Что я жду, что я не жду Потому что, в принципе Ну так скажем, много секретов И я не знаю, что нас ждет Ну я думаю, что все будет очень круто Алена Шишкина Активная девушка Ее мечта иметь идеальную фигуру Признается, всю жизнь ведет Борьбу с лишним весом Любит достигать поставленные цели И обретать новые компетенции Раньше занималась дайвингом Теперь ищет новые глубины В себе Нацелена победить в нашем телепроекте Очень сложно наладить режим самостоятельно Когда тебя никто не контролирует Я тот человек Который не встанет из застолья Пока вообще все не съест То есть я уже буду сыта Но все равно буду продолжать есть Я думаю, меня многие девочки поймут сейчас И, конечно же, я жду от проекта Какой-то дисциплины Все-таки уже эту часть своей жизни Как-то упорядочить И чтобы эта проблема больше не возникала Хочу изменить себя Как внешне, так и внутренне Так как работа и в команде И соревновательный вот этот момент И работа на камеру Все это очень так, конечно, выводит Из зоны комфорта ЛПГ Такая очень современная процедура Естественно, мне хотелось ее испытать на себе Давно хотела попробовать Мне предстоит целый курс Ощущения пока приятные Безболезненные Прям чувствую, как мои проблемные зоны разглаживаются Жду я достаточно хорошего результата Потому что за счет Лимфодренажного процесса За одну процедуру можно убрать до двух сантиметров Это очень прикольно И я надеюсь, что именно это со мной произойдет Это напоминает вакуумно-роликовый массаж Но, собственно, наверное, это ими является Просто более современное оборудование В общем, мне очень пока все нравится На ЛПГ ходят не только, чтобы похудеть Ходят и худенькие девочки Потому что эта процедура помогает избавиться от целлюлита С которым очень сложно попрощаться Конкретно я жду от ЛПГ В совокупности такого результата Мне хочется, чтобы Вообще я люблю такие Разные помощники В диетах, в спорте Когда ты видишь быстрый результат Это позволяет тебе в дальнейшем не сорваться Продолжить Вот я надеюсь, что ЛПГ как раз мне поможет На старте, так скажем Даже если вы ни разу вообще не стилист И просто на бытовом уровне когда-то интересовались Либо вообще начинаете интересоваться Только что-то купить Или пошли в магазин А что, это сейчас носят, да? Вот это модно так, да? Мама у меня так Ну что, вот это вот модно, да? Ужас! Вот так непринужденно идет лекция Для наших участниц о базовом уровне гардероба Имиджмейкер Юлия Ефимова вещает о том, что Независимо от модных тенденций Женщина должна сохранять свою индивидуальность Должны быть свои неповторимые Узнаваемые окружающими фишки А тренды нужно внедрять в свой стиль Разумно и с душой Тем более, что сейчас актуальна Разбитная эклектика Наши советские 90-е Они как раз в тренде больше, чем мировые Это гоп-стайл Когда Близость Китайской Народной Республики Наш суровый российский климат Дефицит И вот этот постсоветский Раздолбай Делай все, что хочешь Анархия полная Они... Общемировые тренды Они так по-свойски Переиначили Стилисты, дизайнеры Да, многие называют эту эпоху Эпоху самой большой безвкусицы И... В общем, самое нестильное время Ну вот, оно сейчас пришло Девушки впитывали информацию как губки Где-то хмурясь, где-то смеясь Лекции о правилах стиля Никогда лишней не бывает А настоящая женщина должна Если не слепо следовать моде То точно в ней разбираться Уметь подобрать себе одежду То же искусство Которым нужно уметь владеть Пробелов быть не должно А значит и комплексов Из-за неправильно подобранных образов Сегодня я познакомилась с девочками Участниками проекта Уроки преодоления Очень интересный проект Девочки, конечно, замечательные Глаза горят Я вижу, что уже происходят Какие-то изменения внешние Которые следуют, безусловно, за внутренними Мы провели мастер-класс О том, как найти себя Как найти свой персональный стиль Поговорили о трендах Девушки были очень активны Задавали много вопросов Мне, конечно, очень понравился этот проект Это очень интересный такой опыт, я думаю, каждый Мильный камень такой в жизни После которой они обязательно совершат Какой-то большой рывок Не только внешние изменения, но и внутренние, конечно, за этим последуют Меняя себя, мы меняем мир вокруг нас Красивая одежда дает определенную свободу И дарит женщине хорошее настроение Это доказано У наших участниц все должно получиться Ну, по окончанию мастер-класса захотелось сделать две вещи Первая – это пойти выбросить половину своих вещей, которые есть в гардеробе И купить костюм Так что вот, наверное, завтра мы займемся приобретением костюма И чисткой гардеробов Спасибо большое нашему тренеру Было очень интересно, увлекательно Мы прям узнали много нового для себя О колготках, в частности, бежевых Я, конечно, жду обратной связи Потому что девчонки были заинтересованы Я видела им интересно Я очень хочу, чтобы они применяли в жизни то, о чем мы говорили И посмотрим в результате, что у нас получится Самое важное, наверное, и полезное, что я для себя вынесла Это то, что нужно все-таки искать и подчеркивать свою индивидуальность Такую своеобразную вишенку на торте Спасибо большое Наши участницы на тайском боксе Нужен ли этот урок преодоления? Ответ прямо сейчас Сегодня я мама У меня прекрасный сыночек Нам будет совсем уже скоро один годик В декрете я чувствую себя прекрасно Как будто на заслуженном отпуске Которого я очень долго ждала Потому как последние восемь лет Мое все свободное время занимала работа Работа, в которой я проводила 24 часа в сутки Елена Лаврентьева – перфекционистка Любое дело, за которое она берется, должно быть сделано на 5 с плюсом В работе она преуспела Теперь старается быть самой лучшей мамой и красавицей женой Декретный отпуск дал Елене новые силы Ей хочется быстрее вернуться в прекрасную физическую форму И опять начать активно работать Целью участия в данном проекте, во-первых, является самосовершенствование Во-вторых, мне бы очень хотелось ощутить на себе И попробовать услуги, которые предоставляют партнеры проекта На сегодняшний день очень мало компаний, которые свою работу делают хорошо Вот и посмотрим, как партнеры данного проекта Умеют правильно, качественно предоставлять свои услуги на должном уровне Одно из увлечений нашей участницы Елены – спорт Она перед декретным отпуском организовывала соревнования по тайскому боксу И теперь не смогла пройти мимо такого зрелищного турнира памяти героя России Виталия Попелицына Прошу за мной Самое интересное впереди Участниц телепроекта Елена пригласила с собой Спортивный дух просто витает в воздухе Даже самые юные участники турнира проявляют серьезную выдержку Чемпионский характер закаляется в поединках через боль, страх, преодоление своих слабостей То, что нужно нашим участницам – воля к победе Под прицелом телекамер и судейской коллегии участники соревнований борются за победу Для наших девушек ситуация знакомая Только каждая должна выдержать бой сама с собой А кто станет чемпионом – решится в конце нашего телепроекта Вот так проходят мои рабочие выходные будни Одно из направлений – это спорт На сегодняшний день – это бокс Поэтому привлекаю, приглашаю вас заниматься спортом Спорт – это жизнь Здравствуйте, уважаемые члены жюри Сегодня мы с вами собрались по очень хорошему поводу Нам нужно обсудить промежуточные результаты девочек Третий сезон у нас начался Уже две с половиной недели Участницы находятся в режиме Главная их задача на начало – это войти в режим питания Программы питания были составлены базовым диетологам, которые они должны были соблюдать И спортивный режим Татьяна Катаева у нас Угу То есть девяти участниц разбирали долго Соблюдение простых, казалось бы, правил нашего телепроекта для многих оказалось слишком трудным Программы по питанию, которые разрабатывали индивидуально, дают сбои практически у всех Проблема у нас одна и самая такая прям существенная У Елены – пропуски приема пищи Причем такие могут быть, что в восемь утра позавтракала И следующий прием часов в семь вечера Это катастрофа просто А мы не хотим кушать или мы не можем? Времени нет Это я называю не временем, нет, это называется лень Я за то, что если ты что-то начинаешь Значит, в любом случае Даже если это так Можно спокойно по времени Подобрать спорт и все Тогда уложила ребенка и пошла на спорт Но есть еще проблема плохой организации Вот это можно Внутренней своей Если часть участниц не ест, то другая грешит обратным Фруктовые батончики, мамин борщ, плов или омлет с ветчиной Уж точно не помогут достичь нужного результата А на старте очень важно научиться дисциплине Не наказывай за фруктовые батончики Не наказывай за фруктовые батончики Нет, ну если бы там были блины и булочки По факту вообще все, что происходит в проекте Это такая мобилизация жизни И способность организовать самого себя То есть цель в этом Я хочу как бы улучшить качество своей жизни По сути, каждый из них хочет какого-то чуда Во что я говорю Только это чудо Чтобы не я это сделала сама А что бы ты сделала за меня в проекте Вот так, наверное Пропуск занятий и процедур тоже учитывался строго Лишь одна из участниц нашего телепроекта отличилась выдержкой Жюри пришли к выводу, что проблемы, за которые цепляются девушки Идут не из реальной нехватки времени или сил Их причина в подсознании И значит, нужно понять А что на какую качество разницу хочешь получить в своей жизни Ну, она их, например, ассоциируется С своими килограммами или все там с чем-то И тогда здесь вот поменять И может эти килограммы сами по себе идут Плюс еще там тренировки гораздо быстрее Все вот эти проблемы, зажимы Мы должны с ними научиться справляться И помочь в этом обязательно участнице С лидером первого голосования Жюри определилось быстро За две с половиной недели с момента начала проекта Три участницы являются фаворитами Они ведут борьбу не с лишним весом А скорее за новое качество жизни Ну, в плане худших, я так полагаю Мы решение приняли В хвосте у нас четыре девочки А кто хуже всех Мы озвучим им чуть позже Здравствуйте, дорогие участницы Я к вам пришла сегодня с оглашением результатов Первого совета жюри У нас есть лидеры этой недели И, к сожалению, те, кто находится у нас в хвосте Победителем промежуточного голосования У нас стала Алена Ну и, к сожалению, один человек у нас Оказался в самом хвосте И решением жюри было принято, что придется этому человеку проект покинуть И это Лана на этой неделе К сожалению, решения на этой неделе были такими Но есть еще одна новость Так как у нас Алена лидер этой недели Помимо того, что ты получаешь, конечно же, поощрительный приз Это поход в СПА Мы тебе даем задание Твой первый урок преодоления будет Мы знаем один из секретов, что ты боишься темноты Тебе нужно будет провести в маске, в которой ты не будешь не видеть ничего Тебе нужно будет провести полноценный свой рабочий день Если нужно будет ходить на процедуры Ходить на процедуры Ира тебе в этом будет помогать Вот такой у нас урок преодоления будет для тебя Надеемся, что ты его пройдешь И будешь дальше показывать хорошие результаты За что? Вообще Питание соблюдала Ходить Ну да Нет, я косяк, конечно, вообще Косяк, косячила Блин, ну не выгонять же В следующей программе Уроки преодоления с Яниной Сон Наших участниц ждет настоящее погружение с аквалангами Но это еще не все В лидеры вырвалась Алена, но ее догоняет Ольга и Юлия Кого ждет взлет, а кого разочарование? А может быть и отчисление? Следим вместе с нашим телепроектом на канале РБК Новосибирск Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спонсор программы Салон оптики Vision Express Меня зовут Янина Сон и это Уроки преодоления Как мы знаем, все наше внешнее идет от внутреннего Поэтому обрести красивое и стройное тело без усилий В первую очередь эмоциональных невозможно Боритесь со своими страхами Преодолевайте все «не могу», «не хочу», «не буду» И не забывайте о правильном питании А мы поможем еще и с новыми интересными компетенциями До встречи на канале РБК Новосибирск РБК Новосибирск Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин